В литературной гостиной Югостинского государственного университета состоялась творческая встреча студентов с современным русскоязычным писателем, журналистом, работающим в жанре подростковой фантастики, мистического детектива и фэнтези Евгением Гоглоевым. На мероприятии присутствовали преподаватели и студенты ЮГУ, представители общественности, родные и близкие автора. В начале мероприятия руководитель литературной гостиной, доцент заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы ЮГУ Манана Парастаева поприветствовала участника встречи и отметила, что Гоглоев является студентом заочного отделения филологического факультета ЮГУ. Все, что делается в детской литературе, очень качественно. И в традициях русской литературы привносить в детскую творчество только лучших писателей. Для меня это большое мерило то, что вы оцениваетесь в срезе новая детская книга. В ходе мероприятия Евгений Гоглоев рассказал о своем творческом пути и поделился планами на будущее. В данный момент выходит уже в 23-м по счету книга в Санкт-Петербурге. Издательство «Острелия» издает тоже немножко новый опыт. Книга рассчитана на детей от 6 лет, то есть если это подростки, это уже младший школьный возраст, а сейчас еще более понизили возрастную такую планку. Будет очень интересная книжка с очень красивыми и яркими иллюстрациями о приключениях енотов. Вот такая детская сказка. Редактор у меня ее читал, вообще двигал в восторге и очень долго художница рисовала иллюстрации. Больше ста иллюстраций будет, а книжка толщина где-то вот такая же, примерно, как Аграфена. А фэнтези как вам помог, допустим? Что нового вы сказали детям? Ну вообще я как бы старался всегда, даже если есть какие-то нотки такие морализаторские, чтобы направить юного читателя в нужном направлении, но подавать это не в открытую, прям так, получая, а описывая в каких-то ситуациях интересных, как-то в сюжет вплетать. Ну и как позовы были, что в принципе, чего я хотел того добиться, что даже если взять серию официаля, то там в очень таких понятных и простых словах описано, например, о ценности дружбы, любви, предательства, и что сюжет хоть такой фэнтезийный, там маленькие, как подростки с ними сталкиваются, но в то же время проскакивают вот эти вот моментики, и судя по отзывам читателей, вот эти самые моменты, их как-то цепляют и больше всего тоже недавно. Вот опять же, захотелось попробовать что-то новое. Заявили мой проект, мюзикл по сказкам «Тысяча и одной ночи», рабочее название у него «Последний секрет Шахерезады», вот проект заявили, и Министерство культуры Свердловской области нам дает на него грант, как это называется, мы не дали на него премию, что типа как молодому автору либретто, вот в настоящее время у нас есть композитор в театре, он пишет на него музыку, и осенью должна начаться работа уже над постановкой спектакля. В ходе встречи Евгений Гоглоев ответил на интересующиеся вопросы студентов и преподавателей. В завершении мероприятия заведующая кафедрой русского языка ЮГУ Залина Тедеева поблагодарила Евгения Гоглоева за встречу, пожелав ему больших творческих успехов. Это, конечно, впечатляет, безусловно, а самое главное вызывает чувство гордости, поэтому, честно сказать, мы ждали вашего приезда с нетерпением, мы знали, что ваш приезд будет интересен для всех, кто любит литературу, кто любит русское слово, и этот приезд первый, но мы надеемся, что вы будете приезжать. И вот в следующий раз постараемся и приземляцию провести, и читательскую конференцию, и вовлечем и школьников, потому что сегодня вот в третьей школе, из третьей школы был звонок, они спрашивали, можно привезти или как сделать так, чтобы показать вот такого писателя, работающего в этом стиле, нашим ученикам. Они, видите, сюда не смогли прийти. То есть вас ожидают, конечно, будущие интересные встречи с нашими и школьниками, и студентами. Сегодня мы познакомились с писателем Евгением Гоглоевым, который не один раз номинировался на определенного рода премии. И, конечно, с гордостью говорю, что этот человек носитель медали имени Гоголя. Это вполне серьезная награда. Только очень сильный талант способен выдержать гоголевские фантасмагории и на этом построить свои собственные. Вероятно, мы сейчас имеем перед собой рождение абсолютно мощного таланта, и мы только начали говорить об этом таланте, это очень приятно. И второе, что мне хочется подчеркнуть, современная детская литература, она сегодня очень специфичная. Вообще, это очень специфичный раздел любой литературы. И детская литература должна писаться самыми талантливыми, самыми значительными писателями своего времени. И то, что Женя Гоглоев избран, как и выбран читательской средой, как один из лучших писателей современности, для нас большая честь. Издательством Жене предложено не просто писать, а создавать саги по тем самым фантастическим полям и просторам, которые рождаются в его творческой лаборатории. Вы знаете, мне как литератору это кажется очень значительным предложением. Пожелаем ему мощного творческого роста. Я осталась под большим впечатлением от общения с Евгением Гоглоевым, от его книг. Мне очень приятно, что наш осетин выходит из Южной Осетии. Он достиг таких успехов. Я желаю ему больших достижений в его деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин